Каманин Фёдор Георгиевич, повесть «Золотой рубин», глава 18, генерал Мальцев награждает своих стекловаров. Мальцев очень удивился, когда ему доложили, что стекловар на второй горшковой печи Данила Петрович Грачёв сварил золотой рубин. Удивился он не тому, что Данила Петрович вызнал секрет золотого рубина, а тому, где же он золото для первой варки взял. Мальцев приказал доставить к нему во дворец Грача этого. И часу не прошло, когда Данила Петрович вместе с Сенькою уже были перед грозными очами повелителя своего. «Ну, Грач, как дела?» «Слышал я, что ты уже сварил там что-то». «Перехитрил немца моего, да?» «А вызнал таки все секреты его?» «Узнал, как надо варить золотой рубин?» «Ну, в таком разе я поздравляю тебя. Молодца, брат!» Говорит Мальцев весело Даниле Петровичу. «И за это вот тебе награда от меня. Рублик серебряный. Знаешь, что я не каждого им одариваю, а только тех, кто заслужил». И Мальцев подал Даниле Петровичу серебряный рубль. «Вызнать-то не я, ваше превосходительство, а вот он, сынишка мой. Одному бы мне вовек не узнать. Он вот изловчился», — говорит Данила Петрович. «Он?» Удивленно поднял брови генерал. «Этот оголец? Ну что ж, тогда и он молодца, тогда и его надо одарить». И Мальцев подает второй серебряный рубль Сеньке. Как хотелось Сеньке бросить этот рубль Мальцеву прямо в рысью морду его. Ведь он никогда не забудет и не простит генералу той порки. Но Сенька хорошо понимал, что этого делать никак нельзя. Сделать так, это значит сразу же направляйся на конюшню, опять и ложись там на лавку. Да и тядьку, конечно, с ним отправят. Дескать, это он так воспитал сына своего. Он и есть главный виновник. И Сенька только злобно сверкнул на генерала глазенками. Мальцев, к счастью, не заметил его взгляда. А то бы тотчас поспрашал его, что такой взгляд означает. «А теперь вот что, скажи-ка ты мне, братец ты мой». Снова обращается Мальцев к Даниле Петровичу. «Где ты взял золото для первой варки? И почему ты сразу ко мне с этим делом не обратился? Значит, у тебя самого такие деньжонки водятся?» «Никак нет, ваше превосходительство», – отвечает на этот вопрос генерал Данила Петрович. «Таких денег у меня сроду не водилось, а к вам же я потому не обратился, что боялся. А вдруг у меня ничего бы не получилось, а я ваше золото зря бы только израсходовал. Ведь даже у немца, как вам известно, один раз брак получился, да еще в двух горшках сразу. А ведь он не мне чета». «Так где же ты их взял, золотые-то эти? Что в тигель свой пустил?» – допытывается Мальцев. «Даниле Петровичу не хотелось, ох, как не хотелось рассказывать генералу, кто его выручил. Он боялся, как бы не подвести Степана Ивановича. А что будешь делать, когда генерал пристает, словно с ножом в горло? Друг меня выручил один, дал мне две пятерочки», – говорит он Мальцеву. «Друг?» – поднял опять удивленно брови генерал. «Кто же это такой у тебя друг, что мог пожертвовать тебе деньги такие?» «Делать нечего, придется, видно, говорить все. Иначе он от меня не отстанет», – подумал Данила Петрович. «Будь что будет, а надо говорить». «Степан Иванович мне одолжил ваше превосходительство», – отвечает он Мальцеву. «Понизав», – снова удивляется Мальцев. «Так точно он самый ваше превосходительство». «Хм, вот уж не ожидал, что у меня и стекловары наживаются, что главные мои служащие на руку охулки не кладут. Это мне давно известно, а вот чтобы и мелкая сошка вроде вас про запас денежонки откладывала, этого я не предполагал», – говорит Мальцев. «Ну что ж, это и хорошо, я против этого ничего не имею. Сам живу и другим жить даю. И сколько же он тебе одолжил?» «Две пятерочки десять рублей». «И ты что ж, в один тигель обе пятерки и обухал?» – продолжает допрос генерал. «Никак нет, ваше превосходительство. В тигель я опустил только одну пятерку, а другую я берег для другого разу, если бы с первой варкой у нас с сенькой незадача получилась». «Так», – многозначительно протянул Мальцев. «Значит, на один тигель в десять пудов шихты ты израсходовал золото только на пятерку одну, говоришь?» «Так точно, ваше превосходительство», – отвечает Данила Петрович, не понимая еще, к чему клонит генерал. «А на стопудовый горшок, значит, надо полсотни рублей золотых?» «Так точно, такая норма выходит. Сенька мой, когда подглядывал, сколько шульца в тот раз бросал, насчитал десять пятерок на одну варку. А он, шульца, в тот день как раз в одном горшке варил свой рубин. Ну, а я уж, соответственно, на тигель одну пятерку положил, так как шихты в него я засыпал в десять раз меньше, чем шульца в свой горшок». «Да разбойная же твоя душа, да грабитель же ты этакий, да я ж тебя такой ты и разэтакий. Сегодня же выгоню из дичкова своего», – заорал Мальцев. «Ах, живодер же ты этакий, я знал, что ты будешь облапошивать меня, но чтоб на такие куши, этого я не предполагал». У Данила Петровича с Сенькой и душа в пятки пошла. Они подумали, что генерал на них орет. «Ваше превосходительство, да ведь, значит же, норма такая, меньше видимой нельзя», – залепетал страхи Данила Петрович. «Шульц точно такую же норму кладет». «Вот я ему и покажу эту норму, шульцу твоему подлецу. Ты знаешь, насколько он меня облапошивал на каждом горшке, а? Ровно наполовину. Он на каждый горшок требовал золота на сто рублей. А выходит, клал его в шихту, наполовину меньше, другую половину себе в карман опускал. Жирный кусок прикарманивал он каждый раз. Да еще я ему сто рублей в месяц плачу. Ну уж больше он у меня этим не попользуется. С сегодняшнего же дня я ему отставку чиню. Сегодня же прикажу рассчитать ворюгу. А рубин будешь варить теперь ты со своим мальцом». Данила Петрович сначала было обрадовался, что генерал не на них, оказывается, орал. А потом снова испугался, когда услыхал, что шульца мальцев собирается увольнять, а им теперь одним надо варить золотой рубин. «Ваше превосходительство, а может, вы повремените с делом этим, а?» Сам не зная как, он решился на смелость такую, говорит он мальцеву. «Это почему же я должен временить, цацкаться с жуликом таким?» спрашивает мальцев. «Да ведь еще неизвестно, как у нас с Сенькой дальше с рубином получаться будет. Вдруг затор получится». «Ах, ты вот чего опасаешься. Ну так я этого не боюсь, я уверен в тебе. Если у тебя первая проба получилась качественная, то последующие варки будут еще лучше. Я тебя как стекловара знаю хорошо, лучше, чем ты сам себя знаешь. С Богом! Шагайте домой, а я сейчас с этим жульцем разберусь». Данила Петрович и Сенька вышли из дворца и поскорее домой. Хоть сегодня во дворце с ними ничего худого не случилось, а все же лучше подальше от него. Спокойнее как-то на душе становится, когда находишься вдали от него. Амальцев, как только они ушли, хотел сейчас же послать рассыльного за шульцем, но потом одумался. «Нет, пожалуй, сейчас рановато это делать. Горячусь я зря. Грач-то, пожалуй, прав. Надо действительно посмотреть, как дальше у него дело с рубином будет обстоять. А жульца я всегда успею выгнать. Наоборот, надо приказать управляющему фабрикой, чтобы жульцу дали от голденька на три еще, чтобы в фабрику его не вызывали, дабы он не узнал, что там делает мой грач. Не мешал ему. Переполоха пока не поднимал. Вот что надо сделать мне сейчас», решил генерал. А Данила Петрович и Сенька в это время уже подходили к дому и вели меж собой вот какой разговор. «Тять, дай я закину этот рубль вон в ту лужу!» говорит Сенька отцу. Данила Петрович хорошо знал своего санишка. Он понимал, что творится сейчас в душе Сеньки. Молодо, зелено, горяч он еще, как все молодые. «Ну и что же ты этим докажешь и кому?» отвечает он Сеньке. «А то, что не хочу я его подачки этой, вот что!» говорит Сенька. «А Мальцеву оттого ни жарко, ни холодно. Он даже не узнает, как ты с рублем его поступил». «Нет, брат Сеня, этим ты ничего и никому не докажешь. Наоборот, мы эти рублики должны сохранить, чтобы потом потомкам своим показать, как нас награждали за наш каторжный труд, властители наши, как нам жилось в тяжкие крепостные времена». «А вот ту награду, которую он приказал дать нам на конюшне своей, ты тоже сохранишь?» «Сохранится и она в памяти людей. Ведь такое творится на всей матушке Руси сейчас. И позор падет не на одного только Мальцева, ведь он не один такой зверь-самодур». «Позор, позор! Что толку, что потом их этим позором твоим заклеймят? Мне бы сейчас с ним рассчитаться за все, что он утворил над нами!» гречится Сенька. «Мало бы, что тебе хотелось, до времени еще для такого расчета не пришло». «Да когда же оно придет, время-то это!» «Придет, всему свой срок, а дело к тому движется», говорит Данила Петрович сыну. «Придет, придет! Ты мне уже не раз такое говорил! А его времени-то этого все нет да нет!» «Нет, но будет, вот увидишь сам», уверяет снова сына Данила Петрович. «А Сенька на эти отцовы слова только рукой машет. Хотя он и верит отцу, что время такое придет, но почему его нет вот теперь, сейчас?» так вот он и сейчас?» «Я выкатret, прилегаю Elijну, ральными даст человек даст машет. Круто Christmas! Продолжение следует...